Дорогие братья и сестры, мы узнали с вами, что в 451 году на Халкидонском соборе оккультизм был легализован. Как бы открыли отцы церкви, лидеры христианства тогдашнего, к сожалению, открыли самую страшную дверь, которую только можно было открыть вообще. И грязный поток оккультизма хлынул в историческое христианство. Так можно так описать просто-напросто. Конечно, не все сразу. Знаете ли, это как бывает аппендикс, когда у людей он разрывается и вот зараза вся идет. Бывает, что человек не сразу, допустим, умирает. Бывает сразу. И вот в теле Христа эта зараза распространялась и еще не одно столетие была борьба, конечно, с этим всем. До самого конца этого периода, до 1843 года, мы записали, продолжали всякие споры, дебаты. Я вчера говорил, допустим, о реформации византийской. То есть был период времени, когда пошли к истокам христиане. Была реформация, я про Льва Исафра немного говорил, про Константина и его сына, про Седьмой Вселенский Собор. Когда было принято решение на 754 году соборе, именно каноничном Седьмом Вселенском Соборе, было принято решение все мощи предать погребанию христианскому. А ведь тогда в Константинополе, я могу быть не точным, но сотни, без всякого привлечения, сотни разных фрагментов мощей, или же полных скелетов, или полных нетленных мощей хранилось. И все это выставлялось для поклонения. И это просто огромнейшая индустрия. И эти сотни мощей были преданы погребанию христианскому на кладбище по решению императоров. Это были как в 18 главе 4 книги царств, когда говорится о царе Иезекии, реформаторе, который принял такие решения. Вернуть народ Израиля, народ еврейский, корням к истокам. Реформация это не выдуманчатного. Реформация это возвращение к старому. Это не просто что-то новое. А реформация это возвращение к истокам. Слава Богу. И, дорогие друзья, оккультизм с того самого времени, он стал очень широко практиковаться, к сожалению. Дошло до того, вот как по сей день в православии сохраняется, к сожалению. Даже основывается оно, когда новый храм, закладывается новый храм, допустим. Туда обязательно мощи, какие-то кости вкладываются. Тогда в СССР, допустим, когда начался процесс восстановления церквей, мощей было не так много уже. За советское время много, чтобы было утеряно, уничтожено. Но Греция оказала тогда гуманитарную помощь СССР, очень серьезная. Да, серьезная. Об этом мало кто может говорить. Самолет с трупами, да? Да, ну, может не самолетами, но в принципе, да. Я знал священнослужителей некоторых, вот того же самого Агеля, вот этого архимандрита Рязанского, который ежегодно, ну, сотни килограмм, это точно, костей перевозил тогда в СССР. А другие занимались тем же самым, еще священники. И получается, что ежегодно тонны костей, тонны мощей были ввозимы в СССР, как гуманитарная помощь, значит, церкви. Горбачев открыл тогда двери для этой помощи, потому что нужно было восстанавливать много храмов, тысячи храмов, и нужны были, ну, тонны мощей для всего этого. А в Греции находятся главные хранилища мощей на планете вообще. Греция самая, ну, как бы в этом отношении богатая на мощи. Да, мощная Греция. Мощная, нет, ну, там есть нормальная Греция, конечно. Но вот в Греции есть такой, как бы, аппендикс, такой, как бы, такой полуостров. Полуостров, он выходит, как раз, в Средиземное море, выдается, и маленьким перешейком соединяется с материком. Это полуостров Афон называется, или гора Афон. Вот этот полуостров, он полностью, еще начиная с 7-го столетия, 668-го года, по-моему, он полностью передал монахам. То есть, там, с 7-го столетия, там полностью живут только лишь одни монахи. И даже, там, туристов, паломников, туда пускают только лишь мужчин вообще. И даже животных туда завозят, когда только лишь мужского пола завозят вообще животных. Там ни одной коровы, одни только быкизы там завозят. Допустим, там ни лошадей нету, одни кони только там, там, петухи, значит, там, козлы там, значит, там только. Короче, нет. Вот по уставу этой горы, туда только лишь мужского пола может быть что-то завезено. И вот, и там сотни монастырей, многие из них до сих пор действующие. Километровые лабиринты в этой горе, заполненные, там, тоннами и тоннами костей. И это считается самое главное хранилище на планете вообще мощей. И вообще-то это главная цитадель оккультизма в христианстве. По крайней мере, в православии это 100%. Можно сказать, даже не только в православии. Потому что даже в Ватикане может похвалиться таким количеством мощей, как именно, ну, хвалится Греция православная. И гора Афон, она долгое время считалась, да и сейчас считается, в принципе, в большинстве, как бы, как Париж для моды, допустим, да. Как для мусульманины Мекка, там, вот. И, то есть, это что-то такое для православия Афон порой считается, как бы, духовной цитаделью главной. Или опор, там, да. И, знаете, крепостью такой. И вот, к сожалению, это цитадель, именно оккультная цитадель. И вот именно с Афона, в основном, привозили. Я один раз лишь участвовал в освящении нового храма. Ну, это старый храм, мы его просто передали. И там небольшое было восстановление такое, ремонт. И возобновилось служение. Это было в Рязанской области. И вот, я принимал участие в освящении этого храма. Я был настоятелем этого храма нового. И мы приглашали епископа. Тогда архиепископ Симон Рязанский-Касимовский приезжал со священниками, там, с продакт-диагоном. И вот, мы все приготовили, приготовили такой, как бы, престол. Это такой стол квадратный. И внутри этого стола, там еще на перекрестье гробница. Ну, как бы, гробик такой, сантиметров 30, может, больше чуть. И туда потом ложили кости мощи. И заливали воском все это, значит, и закрывали на шпонках такая, крышечка такая, очень тугая. И вот это, как бы, святое, считалось самое главное в храме. Значит, если престол, как считается, подвинешь, то нужно было весь храм освящить по новой, потому что это, как бы, самая святыня. Вот. А наверху антиминс, шелковый плат, где тоже зашито, там зашивалась фаланга пальца какого-то святого тоже. Вот, приезжал, значит, протодиака вначале, с таким кейсом. И этот кейс был полностью наполнен, значит, этими мощами. И мы доставали эти кости. Ну, я изучал анатомию пластическую, как художник. И я там видел, что это, как бы, ассорти с разных, ну, ассорти, так. С разных скелетов. Потому что кости были, челюсти были, там несколько челюстей, наверное, были. Вот, и позвонков было много. И все это в россыпи было, так вот, в кейсе. И все это доставали мы, и, значит, укладывали в эту гробницу, заливали воском, закрывали. А потом там была фаланга пальца такая, значит, подписанная, так, святого, такого, с Афона. Все кости были с Афона, значит, и, ну, так написано было, по крайней мере. И там на кейсе, там, внутри список святых, кости которых могли здесь находиться, как бы, и находились. И вот, значит, и шелковый плат, такой платок с изображением мертвого Иисуса, лежащего в огробе. Значит, у него здесь на груди где-то вшивалась вот эта вот как раз фаланга пальца этого святого. И, значит, и прошивалась контрольная нитка такой красной, значит, и ложилась на сам престол впоследствии. И вот, внутри престола мощи, потом сверху престола этот шелковый плат, тоже с мощами. И это считается, как бы, гарантией того, что Дух Святой сходит. И вино и хлеб там, на этом престоле во время литургии становятся телом и кровью Иисуса Христа. И благодать, и таинства совершаются, и, как бы, Дух Святой там присутствует. Вообще-то, Дух-то присутствует, но не святой. Я это потом только понял. Не сразу. Я находился сам в таком, как бы, дурмане религиозном. И, понимаете ли, выдавал это все тоже за Божьи действия. Мне казалось, это реально, что это от Бога все. Мне казалось-то реально, что это именно Божьи действия. До тех пор, пока в 96-м году Божье Слово Библии не вернулось в мою судьбу, когда я снова стал прочитывать Библию, и когда стали эти истины библейскими открываться, понимаете ли, мне было дурно даже. Скажу так, что пробуждение мое было даже не из приятных. Знаете, как фильм «Матрица» в первой части, так посмотрелось ли. Там люди жили себе, кажется им, не дужили, на работу ходили, все было у них хорошо. Оказывается, они еще не жили даже. Оказывается, они были заложники этой дьявольской системы, этой матрицы, которая просто их, как в коконах таких содержала. И когда они просыпались, пробуждались, там жуть такая, гадость такая, фу, они пробуждались и видели грязную жизнь вообще. Вот, и духовно это так вот. И вот Бог у меня вытащил из такой грязи, знаете ли, ужасной этой грязи. И мне даже казалось, что это слишком ужасно. И в 98-м, я думаю, да, в 98-м уже году, будучи в Киеве, я видел сон однажды, в котором я видел грязь, с которой Бог меня вытащил. И грязь этого религиозного оккультизма, многие вот эти вещи неправильные. И я слышал голос во сне, который говорил во сне несколько раз одно и то же, слово в слово, повторяю. А потом, когда я уже проснулся, тот же самый голос сказал мне это еще раз. И голос сказал мне так, что для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь, даже тем, что ты сейчас имеешь. И вот это сказано было несколько раз во сне и один раз уже наяву, когда я уже проснулся уже. И я знаю, что вот эта грязь, с нее выпутаться очень сложно. Попасть очень легко, а выйти очень сложно. Сложнее, чем с наркоманией, алкоголизма. Я это как бы знаю, потому что во сне я это видел, гадость. А во-вторых, даже вот по практике, я знаю сотни, тысячи спасенных наркоманов, алкоголиков, проституток, но очень мало знаю покаявшихся священников и очень немного вижу покаявшихся религиозных людей, монахов, монахинь. И это очень печальная статистика, что религия, она засасывает, но она, понимаете ли, она объединяет. Человек, он до последнего не хочет верить в то, что он не с Богом. Он думает, что он с Богом и что у него все хорошо. Хорошо. И на самом-то деле, вот в 96-м году, когда это прозрение мое наступило, из моей матрицы я вышел из такой религиозной православной матрицы, то у меня, знаете ли, что такое возникло в главе? Понимание четкое, что во многих вещах, в которых я полагал, что я служил Богу, я служил дьяволу. И при том очень ревностно служил дьяволу. Не понимая совершенно этого. Понимаете ли, в общем, религия является, наверное, опасной. Что человек, он может даже, будет даже убивать и думать, что с тем самым служит Богу. Я представляю тех ребят, да, 11 сентября, которые там сели в самолет, да, надо, какие мозги было иметь, да, там сидят, там уже не только, там, женщины, дети, с детьми, да, значит, да, и они идут конкретно, что там, Аллах Акбар, значит, там все, значит, во славу своего Бога, себя убить, взорвать. То есть, какие нужно иметь мозги, или там в Москве, там в метро, да, везти там какой-то ящик, там, или сумку, там люди толкаются, на работу спешат, значит, да, а он, значит, сейчас бубух, и все, и ничего не будет. Это уже какие мозги иметь? Или какие нужно мозги иметь, когда там эти вот православные или католические эти монахи сжигали людей на кострах, да, во имя веры своей, да, какие нужно мозги иметь, это какое опьянение, и думать на последнем, что служишь Богу. Наверное, это самая удачная выдумка дьявола, потому что, ну, представляете, значит, там, Аллах Акбар, думаешь на небеса, там, и все, добро пожаловать в ад. Значит, там, значит, там, думаешь, всю жизнь на столбе там жил, значит, всю жизнь там по пещерам ютился, всю жизнь там еретиков сжигал, или там что-то еще делал, а в конце концов, фу, приз поди открывается. Какой ужас, представляете? Это, я просто Богу благодарю, что вот это безумие в моей жизни было остановлено в 1996 году, и я просто, я считаю, на мне моральная такая обязанность просто, значит, помочь многим людям выпутаться из этих сетей, которые попались, попалось очень много людей в это все, очень много. И дальше больше, сегодня православие снова становится государственной религией, по крайней мере, к этому все идет на Руси, и это очень дурной знак. И представьте себе, массовое оболванивание населения, значит, мракобесие, оккультизм, которое возведено в ранг именно государственной религии. Это очень страшная вещь, очень страшная. Вот, я почитал учебники эти, рекомендованные, значит, там, по основе православного культуры ОПК, ОПК, просто жуть, знаете, как будто средние века в лицо тебе вдохнули, как будто ты оказался там, там, несколько столетий назад. Немного, знаете, жутковато было, честно говоря. И это по всей России, фактически, ну, за исключением некоторых субъектов, по всей Российской Федерации, фактически, сейчас идет такая промывка мозгов, молодых мозгов. Людям, там, о мощах, там, о святых, там, значит, там, забивают головы вообще праздниками какими-то непонятными. Это ужас. Лет через 10 вообще будет очень трудно это проповедовать людям, потому что, если дальше так пойдет, потому что мозги будут промыли конкретно этой религии, этим оккультизмом. Идет заковаление людей. И люди порой не понимают, почему их тянет в храм. Я не имею в виду там красивое пение, когда ради хора привыкли человек, или просто помолиться, допустим, пообщаться с Богом. Все-таки большинство людей, так или иначе, они идут именно в храмы ради Бога. Ищут Бога люди, ищут Бога внутри. Но есть другая еще вещь, когда человек и знает уже правду, но я ничего не могу сделать с собой, меня тянет просто все. Здесь, в этом случае, я скажу, что очень часто влияние оккультизма есть. Очень часто. Многие протестанты это недооценивают. Просто-напросто, чаще всего даже из-за незнания этих вещей. Я как оккультист бывший православный, получается, сам довольно даже странно звучит, конечно. Но я участвовал в этом всем. Я освящал храм, вкладывал мощи, я поклонялся мощам. Много раз я совершал, то есть, я был оккультистом. Я жил в этом. И это страшно признать, но это правда. И сегодня я знаю, что стоит за всем этим. Какие бесы конкретно стоят. Когда из меня бесы выходили, когда я получал свое освобождение в 96-м году. Это были молитвы определенные. И я отвлекался от многих вещей, не многих. И, знаете ли, скажу, что это было, ну, во-первых, облегчение было, когда все это вышло. Но вот это жуткое чувство, оно как бы, ну, я помню это все. Я знаю, что враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить человека. И ему удается через религию очень много украсть и губить, и погублять. И вот такие примеры могу привести. В 5-е столетие, вы скажете, мощи, как, допустим, на Халкидонском соборе там была гробница этой мученицы Ефимии, да? Говорят, тело было нетленное. Или же частично лишь тленное, но, в большей части, очень хорошо сохранившееся. Знаете ли, интересный эпизод мощей. И мощи стали расчленять просто-напросто. Мощи стали разделять, чтобы доставлять многим монастырям, многим храмам. Их стали резать, там, отпиливать части. Первый эпизод такой, самый известный, это вот примерно в то же самое время был. Это Симеон Столпник. Кто может слышал? Симеон Столпник. Ну, как бы это в сентябре месяца празднуется в православии. Ну, наверное, в Западной Украине больше он празднуется, чем даже в России. Но в России тоже знают, очень хорошо знают, религиозные люди, знают этого святого Симеона Столпника. Столпник, значит, от слова столб. Столб. Он жил на столбе. То есть, он большую часть жизни, представьте, большую часть жизни своей провел, да, вот, между небом и землей. Там в молитвах ему, традиционных молитвах, там говорится, что он был и ангелом удивления, и дьяволом, и бесом всем был удивлением. Все были в шоке от него, в общем, короче. И ангелы, и бесы, все были в шоке. Вот, и в молитвах там говорится, что он избрал такой путь, потому что он стал между небом и землей, между Богом и людьми посредником, как бы, возносить молитвы, как бы. Вот, ну, Духа Антихриста, еще один посредник, да. И вот, ну, о самом Симеоне, там вообще история такая драматичная его жизни. Он, по сути, детства не видал. С самого детства он был таким, как бы, очень замкнутым мальчиком, и он сбежал из дому, чтобы быть монахом. Он наслушался рассказов о монахах, и он хотел быть монахом сам. Его отказывались принимать в монастырь, потому что он был малым еще, но он очень настойчиво это требовал, не ел, не пил, там много дней, значит. И, как бы, в конце концов братья сказали, ну, вот ведь умрет вообще по стенам монастыря, давайте лучше возьмем его все-таки. Нарушим устав, но возьмем малолетнего, ради его такой ревности вообще, какой-то необычной ревности. И он ел там 2-3 раза в неделю. И то очень скромно. Значит, и будучи вообще еще малолетним, а потом, и это ему показалось слишком жирным, значит. И он, как бы, вообще, значит, ну, как бы, нет, ну, понятно, он был таким, что Барби, посмотрите, с ним была такая, знаете, пышка. Значит, потому что, ну, кожа на кости, все, на нем рубище вывисело. Но, зачем он это делал? Он это делал, как бы, сознательно, потому что он этим самым, как бы, считал, что он служит Богу, как бы, и спасает душу свою. А еще у него там были проблемы, там, за мертвых он молился еще ведь и постился. И потом он залез в какую-то расщелину, потом его приковывали к скале. Значит, у него было много таких эпизодов интересных в жизни. В конце концов, последняя, ну, большая часть своей жизни, последняя часть, и самая большая часть своей жизни, я могу быть не точным, но больше 30 или точно, там, лет, под 40 лет. Он провел на столбе. Он нашел столб, залез на него и жил на нем. Нашлись крестьяне, которые, видели, сидит там на столбе, значит, незверь, не птица, вот, Семен называется. Когтястые очень, на руках, на ногах у него были огромные когти. Кстати, он их не стрих никогда, в своей жизни вообще. Я видел в интернете, там, американка, она в кино запопала, да? Там такие ногти, вау, там сабли, там, знаете, Фрюгер отдыхает. Я такие, Фрюгер тут, значит, Фредди там. Значит, там такая вообще, ну, инвалид просто женщина, представьте, она ничего не может сделать с этими когтями там. Ну, хотя, с другой стороны, интересно. Там раз один когтем, там раз на кухню, там на другим когтем, там что-то еще. Вот, и, значит, ну, а вот тот Семен Столбник, у него когти, ногти на руках, на ногах делали кольца. Три раза, говорят. Я не знаю как, но загнутые. На руках, на ногах у него были. Вот, и потом, волосы, он был очень лохматый, волосатый был, тело было очень волосатое. И волосы были длинные, больше, чем его тело, на ногах, длиннее, чем его тело. Я сейчас могу быть не точным, опять-таки, давно уже не перечитывал это все. Но, по-моему, в два с половиной, что ли, раза больше, чем его тело, длина его тела. То есть, как бы, это зрелище, наверное, не забываемо было. Представляете, как вот в фильмах показывают, там, это золотоглазка какая-то, ну, там, сброс там косу, там, завезу, там, к тебе. Вот, значит. Он продукты, наверное, затягивает. Ну, вообще-то, веревочку, подавали ему, там, продукты, он их поднимал, каким-то образом. Хотя, у нас с когтями было, все очень трудно, видимо, сделать. Ну, видимо, он ловчился, понимаете, как чуть-чуть. А ему так кидали, лопа. Слушай, Барри, мне так понравилось, там, мы были, там, эти, японцы, там, и ехали. Бросали, так, оп, всем так. Интересно. Не знаю, как его кормили, короче, но каким-то образом ему подавали, наверх, там, все это. И подавали ему камни еще. Потому что он, этот столб делал все выше, выше, выше. И, ну, столб был огромным, на самом деле, в конце уже его жизни. И вот, но последних 7 лет, по-моему, он жил на одной ноге, стоял. Вообще. Как-то так он стоял, почему не надо. Ну, усложмил себе задачу. Я не знаю, наверное, поручи, скорее всего, были, ну, какие-то, но, да. Потому что, ну, кстати, это же, тем более высоко, ветер. Ну, как он спал? Стоя. И даже умер стоя. Семен умирает стоя. Значит, он, значит, стоял 7 лет на одной ноге, потому что, как бы, он в наказание свою ногу наказал. Потому что он на ноге был, не шагнул, как бы, значит, там, к дьяволу, который, как бы, обратился в виде Христа или ангела. Не помню, там, такая история-то интересная. Как бы, значит, он какую-то колесницу видел, прям к нему, там, ну, так наставилось. И открывается, и говорит, добро пожаловать, заходите, и на небеса, как Илью тебя сейчас доставим. И он был, вау, хотел шагнуть, и там, короче, что-то там сказал, и там это видение исчезло, понял, обман. И он в наказание 7 лет стоял на последних на одной ноге. Так и умер, говорят, на одной ноге. А умер, поняли, потому что, это в Турции где-то было, что значит, что он больше 40 дней вообще, там, и никаких позыльных не подавал, значит, там, и воды не просил, ничего не просил. И вот, как бы, завезли. А, у него же тело гнило, и черви спускались по столбу. Тем более, он гадил под себя, простите, ну, это все. Столб червивых был. Ему черви подавали тоже наверх. Говорят, он извращался, этими червями ложил себе на раны в ногах, не заживающие, и говорил, вот, питайтесь, чем Бог послал, как бы, значит, вас. То есть, червей кормил своей же плотью, вообще ужас, бред какой-то. А когда мы психушкой будем плачивать? Кстати, недалеко от Истины Брата, потому что я читал один журнал, я много одно время читал дореволюционных журналов, библиотеки Ленина в Москве, в Химках есть большое хранилище газет, журналов дореволюционных, 19-й век, начала 20-го столетия. И там много времени проводил и перечитывал разные издания. Ну, у меня была своя тема, определенно там, и я по ней искал, допустим, Казанский собор, съезд духовенства, материал искал по нему. И вот, и я вначале церковные издания все перелопатил, а потом, мне показалось, это мало, взял светские, еще к тому же, у меня было время достаточно. И я полюбопытствовал, что же пишет светская пресса, писал в то время, как бы, вот, подумал, если бы я жил в то время, я бы вот читал бы все это, как бы я мыслил вообще, мне было интересно так понять это все, изнутри как бы немного, максимально представить себе. И вот, и я почитал там некоторые журналы, газеты, очень интересно, оказывается, люди жили, как бы, и нельзя представлять, что это были какие-то глупые люди, нормальные люди, они нормально верили, любили, читали рекламу и прочее, ошибались также. И, значит, и вы знаете ли, и один журнал, врач-психиатр пишет, владелец частной клиники психиатрической под Петербургом, профессор, с немецкой фамилией, он писал, что он православный сам, российский подданный, и врач-психиатр с многолетним опытом. И вот он пишет, я хотя православный, но решил вот жития святых, как врач, как специалист изучить. И вот он пишет, что жития вот этих вот столбников, юродивых многих там, и вот сопоставил со стороны болезней своих клиентов, этих, ну, больных, этих, один к одному. И он говорит, я вам прямо сейчас могу в своей клинике вам показать вот и Василия Блаженного, и там еще, и других там еще, и того же столбника. То есть, короче, и при том жития святых он прочитал, он увидел реальную историю болезни человека. Вот, что ему помощь не оказали вовремя, и вот он пошел и поехал. Ну, так вот, ну, Семен Ланов, он умер, так и умер на столбе. Я, кстати, он приказал вокруг столба, у него было уже масса учеников, как бы, они его как гуру какого-то, сансея, там его слушали. Он иногда там какие-то мудрые речи сказал, говорил там какие-то слова, какие-то там, какие-то поучения, какие-то откровения. И каждое слово его ловилось, как вот именно свыше откровения. С доктринкой. Вот, и сделали ограду, каменную ограду вокруг этого столба, за которую не пускали женщин вообще. Значит, а вот эти его ученики построили себе мандры, назывались мандры. Это такие каменные жилища, такие, как бы, глины, из глины и камня, жилища, мандры. А он был архи-мандра, архи-мандрит. То есть, это было еще не званием, это было еще, как бы, его, ну, как бы, де-факто. Его жизнь, его мандра, его жилище было самое высокое, короче. И вот, и даже, есть такой эпизод, его мама, она, кажется, много лет его искала. Всю жизнь почти его искала. По разным монастырям ходила, и ей говорили, да, видели вашего Сему, он у нас там побыл, значит, ну, куда ушел, мы не знаем. Она опять в поиске, туда-сюда. Там, да, вот видели, это точно он, Сема ваш был, Симеон. Вот его приковывали к скале, вот он, значит, там жил в цепях, значит, там у скалы. Его кормили, поили сердобольные крестьяне место, значит. А вот, значит, там, вот он застрял в расселении скалы, в другой там жил, там еще. И в конце концов, мама нашла его. И видит, вот, сын на столбе, значит, уже в ареоле славы, такой, значит, там эти ученики. Так вот, ну, маму так и не пустили за ограду, так она умерла, возле ограды, там ее похоронили прям, вот, возле ограды. Вот, такая история. Ну, а сам... Извините, но люди же понимали, что он, ну... К сожалению, не понимали, потому что люди Библию, что, не читали фактически. И люди в этом видели, как бы, идеал, ну, вообще, ну, как бы, высшую святость даже уже. Потому что считали, что он своими страданиями, он грехи берет на себя людей, их болезни, грехи, их, значит, проблемы, значит, то есть он, как бы... Типом подражает Христу, что ли? Ну, да, он уже дух антихриста, он уже конкретный дух антихриста. Он вместо Христа для людей. Да, а то, что было после смерти, это еще хуже. Когда он умер, проблемы не кончились, а только лишь начались, оказывается. Потому что, когда залезли наверх на столб ученики и увидели, что он уже все, уже умер... Народа собралось очень много, во-первых. И вот, его тело аккуратно сняли со столба, спустили вниз, но каким-то образом зацепили, и ноготь один отвалился. Это сочли дурным знаком очень. Для этого ногтя сделали из золота и серебра отдельное хранилище такое. Для поклонения потом этому ногтю святому. Ногтей было много. Эти ногти порезали, потом, в конце концов, и сейчас по всему миру. Ногти Симеона, когда мусульмане пришли, турки пришли туда, Они, значит, даже столб его разобрали на сувениры. До сих пор в Стамбуле можно купить у торгашей такой сувенир. И там обычно подписывается от столба святого Симеона. Мол, там мужскую силу дает. Такая православная виагра. Мужскую силу дает. Вот, и турки проверены. Потом, значит, что интересно, мощи его по всему миру разнесли. Не только ногти. Для ногтя один шкатулку сделали, а его тело, а его теле стали спорить. Монастыри, потому что он жил там, 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 везде свой след оставил какой-то. И каждый из монастырей хотел иметь его тело. В конце концов, порешили, чтобы никому не было обидно, его тело взять и расширенить. Разрезать на части, и каждому монастырю часть послать. Для хранения. Вот так и сделали. Но потом нашлись другие желающие, и те монастыри тоже дробили. И так по всему миру разошлось. И один современный приколист православный, архиепископ какой-то там, написал, что это и есть проповедь святого Симеона. Он по всему миру разошелся. Он либо прикалывается, либо он верит в это на самом деле, но... Ну да. И вот, но это было лишь начало, потому что с того времени, вот, все трупы, фактически, мощи, да, стали расчленять, стали разрезать, распиливать и распространять. В Загорске, тогдашнем, Сергею Посадину нынешнем, в 88-м году я один раз застал такую сцену, жутковатую, но я не был именно на самом обряде развязания. Вот, ну, туда только лишь монахи были, там, и послушники, там, и я не смог быть там. Но я кое-что видел. Хранилище этих мощей, тогдашнее хранилище мощей, ну, я к мощам Сергея Радонежского приходил туда, целовал их. Один из архимандритов, он меня провел в водохранилище мощей. И я видел эти фрагменты тела, отдельные там фрагменты рук, ног, пальцы, ребра, позвонки, значит, черепа, значит, фрагменты черепов. И целая галерея. Вначале мне было интересно, потом было уже дурно уже, не по себе, потому что это, знаете, такое... Очень много, да? Очень много, очень много. Во всем Советском Союзе все мощи свозились туда тогда. И только лишь, ну, как бы, ну, не как Афон, конечно же, там не было, там, столько как в Афоне, но, однако же, это было самое крупное ходилище мощей тогда. Там очень воняет, наверное. Ну, запах специфический. Там непонятно, чем воняет. Там и храм, и сам храм старинный. И там все прокопчено уже. И там, ну, смрад такой, как бы, ну, я не понимаю. Понятное дело, там и трупный какой-то, видимо, да, это тоже смрад стоит. Но и свечи все эти, и кадилы там, значит, все время. Там же непрерывные эти кождения всякие там совершаются. Эти вот окуривания, фимиамы, ну, это вот ладан там, жгут по этому. Я не знаю, запах какой-то специфический. Но, конечно, жутковато. Честно говоря, в конце было немного жутковато. Там уже идут уже эти фрагменты, ну, трупы, почти сохранившиеся. Это было жутковато, честно говоря. Вот. И хотя я себя пересилил и, как бы, настраивал на то, что все-таки это святость. Это вот, ну, как бы, такое, как бы, хорошее, святое. В Украине один брат есть, значит, он в церкви сейчас харизматической, он покаялся. Он был греко-католиком раньше. Был греко-католиком традиционным таким. И он, ну, бизнесмен. И у него бизнес раньше был такой украинно-итальянский бизнес. И офис в Риме был напротив Ватикана, через дорогу, как раз, у него. И он, как выросший в греко-католической семье, он постоянно был там, когда в Риме был в Ватикане. И он рассказывал, что там, значит, была такая история. Он там, первый взгляд, он охлаждет ваня, там, значит, там, и, значит, черным налом прям. И его там принятили, что такой-такой-то украинский бизнесмен, значит, там, ну, чемоданами привозит жертву, значит, и его кардиналу приставили, значит, там, награду от Папы Римского получил, даже, значит, там, от кардиналов, всякие грамоты, всякие там, и, ну, такой религиозный. И его вместе с другими там гостями заводили в такие места, куда обычный католик, ну, не попадет, или же там раз в 50, или сколько там лет можно только лишь увидеть такие святыни, которые хранятся там. И вот, значит, там, говорит, один костюм есть, он весь как кускамера какая-то. Вот идешь, и целая галерея, там, ребра таких-то святых, там, позвоночники, там, таких-то святых, там, черепа, там, все. И вот идешь, и там целая галерея. И там, а с ним были тоже такие набожные, такие, некоторые товарищи, бизнесмены, некоторые там, политик, один был какой-то там, значит, и они целовали эти все, эти мощи, эти вот там, там целуют, там целуют, там целуют. И как бы вначале было интересно, а потом вот тоже было уже как-то немного, ну, не то, что скучно, но как-то неинтересно уже дальше. Но если дождался сюрприз, в самом конце этого, этой галереи, шкатулка стоит такая, и там написано, что это, и объясняет там, что это обрезание Иисуса Христа. Вау! Короче, у него мозги включились, друзья. Не знаете, чему кланяйтесь, короче. Обрезание по поцелованию, да. Люди целовали. А я как спросил этого батюшку, этого, ксенца, говорю, ну, отец ксенца, ну, а как это прокомментируете вообще, ну, это реально ли обрезание Иисуса? Ведь это же, то, что там, как, обрезки, как бы, а потом нам надо, как бы. А знаете, что интересно, этот ксенц, он на полном серьезе, прям так, ну, как бы, даже, ну, как бы, и пальцы не скрещивая. Это, ну, знаете ли, это реально, да, правда. И говорит, ну, знаете ли, это вопрос веры. Хотя, если верите, то кланяйтесь, если нет, то, ну, никто вас не оставляет. Это веру извратили, да? Не оставляет. И, короче, он, когда приехал домой уже, в Киев, да, он, короче, там плевался и думал, что я делаю вообще, что-то здесь не то. Хотя, он себя по-прежнему католикам считал, но уже, как бы, ну, в эти вещи, ну, особо не верил уже. А потом познакомился как раз с теми христианами, которые этим не занимались. Другой ориентацией христианин, духовной, которые Гибель читают, которые Иисуса призывают, которые такими вещами не занимаются. И слава Богу, покаялся человек. Он сейчас тоже бизнесмен, значит, и сейчас он такими вещами не занимается. А в Библейском институте он как раз тогда был на занятиях и свидетельствовал тоже. Там другие братья тоже свидетельствовали. Очень хорошие были рассказы о них. Да. Кстати, еще такая вещь. Святого Симеона, вот этого, как бы, рассказа о его жизни, это не только ужас, да, вот того времени. Это, как бы, это имело распространение. Это не только один уникальный был такой, да, случай в истории. К сожалению, у него были последователи. Было движение славников. Даже на Руси, кстати, да, на Руси тоже. Но на Руси в основном жили не на столбах, а в дуплах деревьев, допустим, да, вот ветвистых. Вот славей разбойник такой сидит. Кстати, про одного славника ничего не было вообще известно. О нем стало известно после его смерти только. Дело в том, что князь один, какой-то князь, Переослав Завецкий, или куда-то, забыл я, какой-то князь, со своими этими, ну как, товарищами, да, друзьями, там, слугами, он на охоту поскакал. Значит, и там, ну там, стреляет, там, стреляет, там. И, значит, видит, вдруг, огромное дерево, и там на ветке сидит ни зверь, ни птица, когтястая, волосатая, ну как бы, он, короче, стрельнул, а потом только подскакал, посмотрел, что это такое. И видит, значит, там, ну, монашеское, что-то там такое, крестов там всяких, там, у него там всякие, там, волосатый, когтястый, одичавший, видимо, совсем, ну, монах, видимо. Короче, ну, его эти слуги подскакали и говорят, ну, князь, вот, дурной знак, убил, видимо, святого человека, значит, у него там в Дупле нашли икону какую-то, значит, видимо, ну, столпник, о нем ничего женьки не было известно. Это были его земли, князь этого, он не знал, что там у него, там, какой-то монах живет, там, вообще, там, он был в шоке. Это его территория, вообще-то, он на охоту туда ездил все время. Оказывается, там монах жил, и, оказывается, он там давно уже жил, уже, о нем ничего не было известно. Друзья подскакали и сказали, что у тебя, ну, видимо, все, значит, короче, не дна тебе ни покрышки, видимо, счастья не видать, как своих ушей, и вообще, значит, и рот твой проклят будет. Короче, князь вообще в шоке. И ему говорят, ну, надо кое-то с кем переговорить, чтобы дело-то уладить, как бы. Вот, поговорили там с митрополитом, там, тот говорит, ну, хорошо, короче, видимо, ты, значит, согрешил, князь, раз убил такого святого человека. Мы не знаем, правда, кто это, но, видимо, святой, потому что жил в дупле, жил, значит, там, видимо, святой. Короче, эти монахи, там, в этой епархии стали молиться, и кому-то из этих монахов-старцев явился какой-то больший такой когтиастый и говорит, «Эй, who are you?» И этот, значит, старец во сне спрашивает, кто-то такой, кто-то чудище, я не знаю. Короче, этот объясняет лохматый и когтястый, что я, как монах, которого убили вообще, и за что вообще, я просто сидел, так дышал. Природой застрадался, как бы. Вот, короче, значит, он объяснил, как его зовут, откуда он вообще, всю свою историю рассказал. И, короче, старец наутро рассказал, и записали все это, и рулилось житие святого такого-то столбняка. Хотя, о нем ничего не известно было. Известно, что он жил в дупле, там, его пристрелили на охоте, вот, и, как бы, ну, меткий князь был. За белку приехал. Князь за белку была. Большая белка. Не, ну, мало ли, в те времена там всякие там эти лешие, всякие там, да, чудища, всякие там, да, славьи-разбойники, там, время было такое лихое, такое бабья-игра, там, всякие там, мало ли. И вот, значит, и, а князь, князь выделил огромные деньги вообще, он потратил свою казну, очень серьезно. На этом месте построили мега-церковь, построили собор целый, не просто, значит, там, знаете ли, значит, ну, как бы, маленький храм, а большой собор построили. Он спонсировал переезд туда всех монахов со своей парки, значит, там, таких известных, там, построили кельи со всеми удобствами, значит, там, значит, там, башни, башни поставили за эти вот стены, ров, значит, то есть сделали именно монастырь со стенами и с большим собором. Значит, то есть, он построил там, от грохов будь здоров, дорогу туда проложил, значит, там, со своей столицы. То есть, получается, что родился монастырь именно через, вот, случай на охоте с одним вот князем. Это можно сказать? Получается, ну, князя просто, ну, развели, и его пошли. Очень, очень серьезно, да. Очень серьезно, да. Поэтому, получается, чем стрелять, нужно, чтобы посмотреть внимательно, куда стреляешь вообще-то. И в истории про Бога, про Иисуса вообще ноль просто. Вообще ноль, да, точно, абсолютно ноль. Там говорят об этом человеке, чудном каком-то человеке, которому ничего неизвестно, просто он во сне потом явился и рассказал свою историю. Откуда он, кто его родители, как он там страдал, как он там подрезался подвигами такими. Может, просто был такой, какой-то дезертирный. Я не знаю, мало ли кто. И сейчас много странных людей. Сейчас что-нибудь помню, что, значит, уже святое.